Пролетел еще один год, год побед и спортивных достижений. На сцене Дома молодежи поднялись самые смелые, самые сильные, ловкие и быстрые. Все те, кто когда-то сказал себе «Я смогу». Здесь состоялось подведение итогов традиционного ежегодного конкурса «Спортивная элита». 20 декабря состоялся особенный вечер. Это значимое мероприятие пропустить решится не каждый спортсмен. Здесь были награждены тренеры, спортсмены, спортивные организаторы и лучшие команды, чьи результаты и достижения признаны самыми яркими в выходящем году. Двери зрительного зала широко распахнулись для всех, кто связал свою жизнь со спортом, для тех, кто вершит спортивную историю нашего района. Спортивные династии, спортсмены, чьи победы уже записаны в спортивную элиту Амурского района. Основными приоритетами социально-экономической политики Амурского муниципального района являются формирование и распространение здорового образа жизни, создание условий для занятия спортом различных групп населения, доступности спортивной инфраструктуры, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. От имени главы Амурского муниципального района Ивана Васильевича Масько и от себя лично я рада вас всех приветствовать на ежегодном замечательном мероприятии «Спортивная элита». Выдержанность, труд, по-настоящему спортивный характер, настроить на победу, позволяет вам достигать успеха и лучших достижений в спорте. Сегодня, в этот замечательный день предъявления нового года, я хочу пожелать всем, прежде всего, спортивных успехов. Второе – поздравить всех с наступающим новым годом. Ну и третье – как любой болельщик спорта, я все-таки считаю, что наши спортсмены должны ехать на Олимпийские игры под российским флагом. В районе располагается 84 спортивных сооружения, в том числе 23 спортивных зала, 4 крытых плавательных бассейна, 34 плоскостных спортивных сооружения, 1 стрелковый тир. Сохраненная сеть муниципальных учреждений дополнительного образования, ставящих перед собой задачи развития физической культуры и спорта. В Амурском районе культивируется 31 вид спорта, из которых по 20 проводятся районные соревнования, по 17 присвоили спортивные разряды. Спортсмены различных возрастных групп принимают участие в 110 мероприятиях краевого, межрегионального, всероссийского, муниципального уровней. Более 70% из них – это соревнования среди детей, подростков, а также молодежи. Среди них первенства, чемпионаты и розыгрыши Кубка района по футболу, по самбо, греко-римской борьбе, боксу, шашкам, шахматам, скалолазанью, игре дартс, настольному теннису, киокусинкай каратэдо, плаванию, фехтованию, волейболу, лыжным гонкам, а также пауэрлифтингу. Ежегодно в премии принимают участие спортсмены и тренеры, занимающиеся олимпийскими и неолимпийскими национальными, техническими и игровыми видами спорта, учителя физкультуры, ветераны спорта – все те, кто вносит неоценимый вклад в развитие амурского спорта. Последний мой турнир – это чемпионат мира в Токио весной этого года, на котором мне удалось среди многочисленных участников стать первой. В первое время эмоций вообще не было, потому что мы не понимали, что это я, что это я чемпионка мира, что это лучшее. По пути домой осознание это все приходило. Ну а потом, конечно, эмоции переполняли. Было очень приятно понимать, что ты лучший в мире. Любой результат – это работа на тренировке, добросовестная работа. Без этого в спорте достичь успеха невозможно. Спорт и физическая культура являются одним из самых значимых в социально-экономическом и финансовом плане для развития государства. Будет нация здорова – будет государство здорова. Будет нация образованной в плане своего собственного здоровья и здорового образа жизни. Будет сила и желание жить дальше и побеждать. Судя по зрительному залу, в котором присутствовало огромное количество молодежи, у нас есть хорошая перспектива на возрождение максимально здорового поколения. На сцену для награждения приглашалось большое количество спортсменов. От мала до велика не было конца и края списку награждаемых. В зале царило очень хорошее настроение. Складывалось ощущение, что это зал единомышленников – одна большая спортивная семья. Я сама захотела, просто один раз меня попробовали, и мне понравилось, и я пошла. Я занимаюсь игрой «Го». Игра «Го» – интеллектуальная игра, она в принципе похожа на шахматы, но правила и вид игры другой. Мы, естественно, рады, очень рады его результатам. Во-первых, он занимается довольно-таки малое время, всего лишь год. За этот год он принес очень много медалей, мы счастливы. Спорт учит многоциональную молодежь уважать друг друга, а также устанавливает хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Также на мероприятии выступающие не забыли отметить заслуги родителей, которые всячески поддерживают юных спортсменов в их трудном пути к признанию. После того, как торжественное мероприятие «Спортивная элита-2017» отгремело, многие спортсмены вернулись к будням, тренировкам, а также подготовкам к соревнованиям. С тем, чтобы снова выйти на сцену, уже как участники церемонии «Спортивная элита-2018».